Представьте мир, в котором каждый квадратный метр населен миллиардами живых существ. Почва – тончайший, но самый биологически продуктивный слой Земли. Если мы, например, сравним общую массу всех позвоночных животных, которые живут на одном гектаре Земли, это лоси, кабаны, зайцы, мыши, все, то их будет примерно в сто раз меньше, чем всей массы почвенных животных, которые живут на том же гектаре. Чтобы это увидеть, достаточно обработать небольшой участок почвы безопасным количеством формальдегида. Но почему это важно для каждого? Причем не только для нашего настоящего, но и для будущего. Почвенные организмы – самые недооцененные в мире. Известно ли вам, что 93% потенциальных продуктов питания мы получаем благодаря почве? Гумусовое вещество, которое, собственно, и дает плодородие, это как раз продукт жизнедеятельности живых организмов. И этим организмам совершенно не нравится в прямом смысле токсичное отношение с человеком. Если вы загрязнили участок почвы, и в нем погибла вся живность, то быстрого перемещения организмов из соседних ненарушенных мест ожидать не следует, потому что им особенно незачем бегать. Иногда такие участки не восстанавливаются в течение десятилетий. А если мы говорим о суровом климате, то это могут быть и столетия. Хорошо. Но ведь есть почвы, на которых мы изначально не планировали ничего выращивать. Их загрязнять можно, ведь там все равно ничего не растет. Если ты выбрасываешь или выливаешь небольшое количество какого-то токсиканта, это может поступить по корням, по гифам за многие десятки, сотни, даже тысячи метров от источника загрязнения. В Америке выяснили, что практически весь штат покрыт одним-единственным организмом гриба. Фактически общая масса этого гриба, она в десятки раз превышает организм одного кита. Грибницы годами готовы накапливать в себе тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, перенося их от одного плодового тела к другому. Все дальше и дальше от места загрязнения. Не едите грибы, а ягоды. Растения как губки впитывают в себя яды. Если человек загрязнил некий участок почвы, а ниже находится какой-то ручей, из которого он сам же попил или идет водозабор, то, естественно, он получит эти токсиканта уже в своей пище, что может провоцировать онкологические заболевания или какие-нибудь еще страшные болячки. У почвы есть еще одна удивительная функция, о которой мало кто знает. Почва довольно стабильная среда, и она может сохранять память о тех нарушениях, которые в ней произошли сотни лет назад. Вот оно, влияние на будущее, причем не только наше. А если дети и внуки захотят возделывать эти почвы через много лет, что они получат? Но может, если загрязнять почву редко и по чуть-чуть, ничего страшного не случится? Даже небольшие дозы токсикантов могут быть летальные или высокотоксичные для человека. Главное, что это входит в привычку. Минимальные воздействия, которые мы, казалось бы, не совершаем или они незначимы, они накапливаются. Но ведь мы живем в 21 веке. Почву можно восстановить, например, заселить бактериями, которые могут поглощать нефть. На самом деле все привести к стопроцентному результату довольно тяжело или просто невозможно. Вы представьте, если один сантиметр почвы образуется сто лет, если вы ее уничтожите, сколько лет потребуется просто, чтобы это восстановить? Поэтому социально ориентированные компании подходят к вопросам экологической безопасности ответственно. Еще на стадии проектирования своих предприятий. Сохранение среды обитания является одним из наших приоритетов в области охранно-кружающей среды. Мы привлекаем биологов и ботаников. На базе натурных исследований они разрабатывают специальные планы по сохранению биового разнообразия. Они разрабатывают, а мы? Что мы можем сделать, чтобы сохранить почву? У компании «Нордголд» есть правила, которые нужно соблюдать каждому работнику. Хранить материалы и отходы на специальных гидроизолированных поддонах. Заправлять, мыть и ремонтировать технику только на специально оборудованных площадках с автономным сбором и очисткой стока. Незамедлительно сообщать об опасности аварийных проливов, а главное не приступать к работе, если она может нанести вред окружающей среде, в том числе и почве. Из этих небольших вещей, из этой ответственности каждого человека складывается как раз общая корпоративная ответственность компании. Это называют ответственным природопользованием. Скажем проще, мы развиваемся, не разрушая при этом мир миллиардов живых существ и свой собственный. Настоящее созидание — это способность заглянуть на годы вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok